ЦСКА уступил одним броском ЦСКА уступил одним броском В главном противостоянии Единой Лиги ВТБ армейцы проиграли Химкам Газета Коммерсант номер 39 от 5 марта 2019 года Строение 12 В центральном матче игровой недели в Единой Лиге ВТБ встречались Химки и ЦСКА В игре, полной нервных ошибок Удачливее оказались химчане В овертайме вырвавшие победу со счетом 73.72 К очередному уже 29-му противостоянию с ЦСКА в рамках Единой Лиги ВТБ в 22 случаях победа доставалась армейцам Химки подошли в непростом положении Команда 3 последних матча проиграла и опустилась на 4-е место А ведь перед началом сезона клубное руководство ставило задачу стать в регулярке как минимум вторыми Но в принципе и третье место гарантирующее, как и второе что его обладатель не пересечется с ЦСКА вплоть до финала Плей-офф Химки вполне устроит Однако гонка за места в первой тройке вырисовывается очень жесткая Примечательно, что ведут ее не только признанные лидеры но и, например, Астана в субботу обыгравшая Оникс и выскочившая на 5-е место А ведь есть еще и локомотив Кубань, который очень хотел бы вернуться в Евролигу и Зенит способны еще втиснуться в топ-3 К непростой турнирной ситуации у Химок добавились еще и кадровые проблемы Стоило после трех месяцев простое выздороветь Алексей Шведу Как в лазарет отправились Джордан Микки и Тони Крокер Энтони Гилл Напомним, выбыл из строя еще раньше и до конца сезона играть уже не будет Но главный тренер Химок Римас Куртин Айтис старался сохранять позитивный настрой отметив, что теперь шанс показать себя будет у игроков, которые обычно получают не так много времени К тому же на ЦСКА у нас всегда есть особая мотивация сказал Куртин Айтис Однако особый настрой о котором говорил Куртин Айтис на первых порах выражался разве что в том, что игроки Химок сильно нервничали и практически не попадали в кольцо ЦСКА, надо сказать тоже начал матч не идеально но Корихи Гинц, Никита Курбанов, Кайл Хайнс худо-бедно очки набирали В результате за 6 минут игры ЦСКА наработал 9-очковый отрыв Химкам нужно было срочно просыпаться В противном случае продолжение лишалось всякого смысла И Химки в игру вернулись Что примечательно, в основном усилиями российских баскетболистов Петра Губанова, Вячеслава Зайцева, Сергея Моне Если бы у хозяев площадки еще и трехочковые хотя бы время от времени получались за первую половину Химки выбросили 9 дальних мячей из них 6 на счет у шведа но не попали ни разу на большой перерыв команда вполне могла бы уйти в роли лидера Впрочем, отставание с которым Химки завершили первую половину матча минус 3 было вполне рабочим Больше того, уже в третьей четверти хозяева наладившие игру в защите и начавшие наконец попадать с дистанции а у шведа стали получаться еще и его фирменные проходы под кольцо навязали армейцам свою игру и оторвались на 7 очков Армейцы, даже несмотря на то что у них зачастую мяч просто валился из рук сдаваться не собирались во многом усилия Михаенса добились концовки нервной, как и весь матч на последних секундах основного времени швед мог решить исход матча игру он закончил с 37 очками в активе но его бросок был не точен в итоге выяснение отношений перешло в овертайм, в котором сильнее были хозяева Химки победили со счетом 73-72 все решил промах Джаэля Баламбоя со штрафного за полсекунды до сирены это их первая за 4 года победа на ЦСКА в рамках лиги в результате химчане догнали по набранным очкам идущий третьим локомотив которому они уступают по дополнительным показателям Александр Петров рамках лиги для тех, кто-то